Доброе утро! Тоже без виз. Многие, скажем так, узнают эту тему, как можно с детьми еще путешествовать. Но есть еще тоже акцент, если один из родителей живет за границей. Наверное, с этого и начнем. Как быть в этой ситуации? Какие должны быть документы? И как, скажем так, настроить весь этот процесс перелетов, подготовки и так далее? Здравствуйте! Спасибо большое за вопрос. Для того, чтобы ребенок мог пересечь границу с взрослым, нужен пакет документов. Самое главное для начала определиться, с какой целью ребенок будет пересекать границу. То есть, если это обычная туристическая виза, то, в принципе, помимо паспорта, загранпаспорта на ребенка, в принципе, больше ничего и не нужно. Только единственное, что нужно, нужно нотариально заверенное разрешение второго родителя на то, чтобы ребенок мог пересечь границу. То есть, в том случае, если, например, путешествует мама с ребенком, то нужно разрешение еще отца. Понятно. Если мы говорим о пересечении границы, например, с визовой страной, где нужно оформлять визу, ее также на ребенка мы оформляем. Конечно, мы ее оформляем уже по прилету в страну. Там в аэропорту покупается виза, оформляется и, как бы, никаких проблем, в принципе, возникать не должно. То есть, если вас с территории Украины на таможне пропускают, то, в принципе, по прилету в страну уже никаких проблем быть не может. Так, если мы говорим о ребенке, есть ли какие-то ограничения по возрасту и, если это маленький ребенок до года, например, там какие-то особенности появляются под документом? По документам ничего не проявляется. Единственное, что для успокоения себя, как родителей, многие родители просто проходят еще дополнительные обследования у врачей и могут с собой взять какие-либо медсправки, но это не особо важно, в принципе. То есть, на случай, если возникают потом какие-то проблемы в другом государстве. Ну и, конечно же, страховка, о ней тоже не забываем, потому что покрывает она все-таки расходы, которые могут все-таки возникнуть в другой стране. Если мы говорим о путешествиях, это понятно. Если мы говорим о пересечении границы не с туристической целью, а с целью, например, на определенный период просто погостить у отца, который живет по работе или по каким-то другим причинам за границей, как быть здесь? В случае мы должны обратиться в суд с иском, и суд может нам разрешить на три месяца вывести ребенка с определенной целью. Но самое главное, что мы должны доказать в суде целесообразность того, что ребенок будет проживать определенное время за территорией Украины. Также в ходе судебного заседания должны присутствовать третьи лица, это органы опеки и попечительства. Они могут как присутствовать лично и дать разрешение после своей определенной проверки. Либо же они могут просто, вы можете обратиться в органы, они проведут свое расследование определенное и могут выдать определенную справку, в которой они обозначают то, что они являются не против того, что ребенок будет проживать за территорией Украины, но это только до трех месяцев. Такая серьезная на самом деле процедура, я думал, все намного проще, тоже какое-то разрешение от отца, но от другой стороны, который живет за границей. Мы вот этот иск когда подаем... Мы подаем с полным пакетом документов его. Что там должно быть? В этот иск вкладывается ксерокопии документов на родителей, на одного родителя, на второго родителя, также идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке. Также мы должны туда приложить различные документы, характеризующие лицо, которое проживает за территорией Украины. И так же самое должны доказать целесообразность того, что ребенок выезжает, то есть, что мы его везем, я не знаю, там... Не на органы, не на другие какие-то проблемы и, скажем так, вопросы, это понятно. А если вот говорим об иске, да, у меня всегда было впечатление, что иск это что-то с жалобой, с требованием каким-то. На кого мы подаем? Мы подаем непосредственно в суд, просто на начальника суда, он уже расписывает, на какого именно суда. Конечно, это обычная процедура, такая же самая, как при обычном исковом заявлении. А если мы говорим о вот подобном иске, сколько он будет рассматриваться, так же обычно, или дольше, или меньше по времени? Есть ли какая-то скорость? Нет, рассматривается обычно, но единственное, что мы также должны не забывать о том, что мы должны оплатить услуги суда. И как и все обычные иски, рассматриваются такие же иски о том, что вы ист ребенка. Друзья, кстати, сделаю акцент, что если у вас возникают по ходу нашего разговора вопросы, возможно, у вас есть какие-то ситуации, которые хотели бы разъяснить. Юристы сегодня в студии по этой теме, можете звонить нам судью по номерам, которые вы видите внизу своего экрана, 0512, код города Николаева. Если звоните с мобильного, набирайте его перед номером. Вот этот момент понятен. Теперь по возвращению и по пребыванию ребенка за границей. Как быть здесь, если какие-то особенности, подтверждение того, что ребенок эти все три месяца жив, здоров, все прекрасно, или уже это мы ни перед какой службой не должны отчитываться? До трех месяцев мы можем находиться за территорией Украины. Если же мы хотим вывести ребенка, так говорят, на постоянное место жительства, то мы должны также в суд предоставить документы, например, на дом, либо на квартиру, в которой будет проживать ребенок, конечно. Также в школу, документы со школы, о том, что они принимают этого ребенка в эту школу, и доказать просто то, что ребенок будет содержаться в достойных условиях. То есть финансовую, скажем так, готовность содержать ребенка. Если это вопрос, конечно, вот с мамой, например, ребенок улетает к отцу, который там живет определенное время в другом государстве. Если мы же говорим о ситуации, когда мама просто отвозит ребенка к отцу на три месяца и оставляет, как быть в этой ситуации? Есть ли какие-то тоже особенности? Ну, также просто отвозит и возвращается обратно, ребенок по стечению трех месяцев тоже возвращается обратно. В принципе, никаких проблем, я не думаю, что будет. То есть здесь уже не особенность, это просто жилищная помощь. Они должны указать, они должны пойти в миграционную службу и указать то, что ребенок будет находиться то ли определенное время с родителем. Просто в силу нашего менталитета у нас во многих случаях возникают проблемы. Поэтому у нас не так часто обращаются родители, один из родителей о том, что он отвезет ребенка за границу и вернется без него, а потом за ним, собственно, поедет. То есть это частные случаи, скажем так, один-два раза, да, там где-то раз, когда-то. Если мы говорим о пересечении границы с ребенком и вот рассматривали ситуацию, когда один из родителей живет за границей и, соответственно, я так понимаю, либо имеет вид на жительство, либо уже гражданство. А если же этот человек находится по работе, то есть он гражданин Украины, а там по рабочей по этой визе, это реально или нет? Конечно, реально. Многие страны поддерживают то, что граждане, которые работают у них по рабочей визе, чтобы они переезжали туда вместе со своими семьями. В дальнейшем многие люди, которые переезжают за границу с рабочей визой, они, как правило, остаются там жить, оформляют себе там вид на жительство, в дальнейшем получают гражданство. Поэтому, в принципе, тоже никаких вопросов возникать не должно, только все через миграционную сумму. Если мы говорим о ребенке, которого перевозим, да, вот он несовершеннолетний еще, о его гражданстве. Как этот вопрос решается? Тоже так же, как и взрослые получают вид на жительство, потом гражданство? Или здесь нужно по 17-летию, либо 16-летию? По 16-летию ребенок, по достижении 16 лет, ребенок может пойти в органы определенного государства и сказать то, что я проживаю здесь, допустим, энное количество времени и хочу оформить, получить здесь гражданство. И как бы там уже в частных случаях решается вопрос, там сдаются экзамены о истории этого государства, сдаются языковые экзамены и как бы в каждом частном случае уже получается гражданство. То есть особо проблем в этом не будет, когда ребенок является гражданином Украины, будет там получать образование и так далее, то есть эти проблемы тоже весьма решимы. Друзья, вот так, если у вас возникают такие вопросы, я, конечно же, думаю, что решить это можно с помощью частных юристов, но вот сегодня наши юристы вам подсказали некоторые акценты, расставили их в этом вопросе. Вам спасибо большое за то, что к нам приходите в студию. Я напоминаю, что один раз в два тижни до нашей студии приходят юристы за тие или иначе темы. Вы можете находить эти разговоры на нашем канале в YouTube, под видео писать свои комментарии, больше того, пропонировать темы, какие бы ответы на которые хотели бы узнать в следующих эфирах. Мы ждем от вас ваших комментариев и запросов. Вам же дякую. Субтитры создавал DimaTorzok